Предприятия и сооружения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду по новому кодексу, так же как и по действующему, делятся на четыре категории, но в новом кодексе эта классификация не зависит от санитарной классификации производственных объектов. В новом экологическом кодексе предусмотрены в приложении два вида деятельности, по которым определяют свою категорию. Объекты, которые не находят себя в приложении 2 экологического кодекса, будут считаться четвертой категорией. Там есть по разделам, первая категория в первом разделе, вторая категория во втором разделе и третья категория в третьем разделе. Защита окружающей среды никогда не теряет своей актуальности. Чтобы решить элементарные экологические проблемы, людям нужно быть просто неравнодушными к природе. Три вида оценки воздействия на окружающую среду. Сейчас уже у нас четыре вида оценки воздействия на окружающую среду. Это получается стратегическая оценка, потом трансграничного воздействия, есть оценка авосома и по упрощенному порядку. Любые изменения в экологическом кодексе направлены на сохранение окружающей среды. Общество тоже должно осознавать свою ответственность и уделять больше внимания бережному отношению к природе.